Добрый день, дорогие друзья! В любительской футбольной лиге города Кирова в формате 8 на 8 встречаются команды Братсбург, Киров, Стулова. Ну, а я тем временем озвучу составы команд. Итак, номинальные гости сегодняшней встречи, вернее, номинальные хозяева сегодняшней встречи команда Стулова. Жилин Павел, Копытов Максим, Корякин Даниил, Кулеев Максим, Лаптев Владислав, Лукиных Евгений, Лучинин Родион, Мозгунов Сергей, Попов Дмитрий и Ситников Руслан. Капитан команды Ситников Артем. Сейчас же озвучим еще, Роман, может ты озвучишь тогда составы команд Братсбурга? Ворота защищает Антон Равкин, номер первый. Защитники Александр Перминов, номер второй. Алексей Рыков, номер десятый. Сергей Лосев, номер шестнадцатый. Полузащитники Эдуард Антонян, номер тринадцать. Светослав Старощук, номер седьмой. Евгений Четверяков, номер пятый. Иван Комарницкий, номер девятый. Роман, давай сделаем паузу, потому что опасный момент, возможно, будет у ворот Братсбурга. К мячу подходит Лучинин Родион, удар. Защитники выносят мяч, подбор остается за Стулова. Борьба в центре поля. Лучин ведет борьбу с Кулаковым, передача на правый фланг. Второй мяч еще помешал здесь, но... Давайте продолжим знакомить болельщиков. Номер семнадцатый, Артем Кулаков. Номер восемнадцатый, Вячеслав Шамаев. Номер двадцать первый, Иван Рогачев. Номер двадцать девятый, Ромас Мэрис. Сегодня у нас проходит седьмой тур, и вот с какими результатами команды подошли к сегодняшней встрече. После шести игр команда Братсбург занимает пятую строчку в турнирной таблице. У них на счету три победы, две ничьи и одно поражение. То есть у них в активе в одиннадцать очков. Это очень неплохой результат для данной команды. Команда же Стулова, она, я считаю, на мой взгляд, занимает место ниже своих возможностей. Они плетутся, если можно так сказать, в подвале турнирной таблицы. Давайте угловой посмотрим и сейчас. Так, да, угловой в исполнении команды Стулова. К сожалению, у ребят нет своей собственной формы, нет номеров, мы не можем идентифицировать игроков. Кстати, форму предоставляют организаторы турнира. Этот вопрос тоже проработан. Так, опасный момент. Рома Смирис боролся за мяч, не получилось зацепиться. Снова Мерис. Скидка в защиту. Наброс в зону Братсбурга. Пока такая вязкая игра идет, да, у нас? Удар поворотом. Да, игра в центре поля. Особенность, конечно, нашего формата, это очень много борьбы. Очень много борьбы, потому что поле относительно у нас небольшое, игроков достаточное количество, поэтому всем немножко тесновато, но здесь тем интереснее, и тем более на первую очередь на первый план выходит тактика и техника. Вот контратака у нас пошла. Контратака Братсбурга. Пятый номер несется по левому флангу. Прострел, удар, удар! Рома Мерис не успел замкнуть передачу, которую исполнял пятый номер четверяков Евгений. Прошел. Вот в исполнение Братсбурга у нас сейчас. Да, Рыков Алексей вводит мяч. Здесь вратарь должен сыграть, да. Вратарь на выходе уверенно забирает мяч и сразу вводит взорную атаку. Седьмой номер. Старощук Святослав, как они его еще называют, Вятский Гаттуза, выносит мяч за линию аута. Вброс команды Стулова. Так вот, форму предоставляют организаторы турнира. В случае, если у команды нет своей собственной формы, организаторы подготовились к этим случаям. И у них есть два комплекта запасной формы. Левый фланг, развивается атака Стулова. Обыграл на бровке Мериса. Прорыв по левому флангу. Ай, мяч вышел за лицевую линию. Удар от ворот у нас сейчас. Удар от ворот. Так. Удар от ворот будет осуществлять вратарь Равкин Антон, номер 88. Интересный. Интересный игрок. Заявили они совершенно совсем недавно. Он попал в команду. Но стоит надежно и уверенно. Роман Мерис ошибается в передаче в простой ситуации. Развивается контратака Стулова. Передача на правый фланг. Неспешно все так делают. Сергей Лосев, 16 номер команды Бразбурга. Очень брутальный человек. Его лысину видно даже отсюда из комментаторской позиции. Лысый бородатый. Настоящий, как сказать, Роман? Настоящий мачо команда. Настоящий мачо. У них есть Гатузо. У них есть мачо. Кстати, особенность его игры. Он всегда играет в штанах. Но сегодня почему-то в шортах. Видимо, организаторы не допустили выхода в штанах. Видимо, на удачу надел, может быть. Может быть. Так, Перминов Александр прерывает атаку Стулова. Борьбет, ведет борьбу на правом фланге. Аут выигрывает в пользу своей команды. Быстрый. Вот на Кулакова. Кулаков, как всегда, не растороннил. Мирис. Аут. Аут в пользу ребят из Бразбурга. Кстати, сейчас как раз камера у нас направлена в сторону, где находится фан. Сектор опасный удар Перминов. Так, игра после свиска. Кулаков настолько был включен в эпизод, что решил сыграть после свиска. Но и здесь у него ничего не вышло. Так, хотелось бы представить команду Стулова. Не, Роман, мы представили уже ребят из Стулова. Просто я называл их без номеров. Нет, я имею в виду информацию про команду. Извиняюсь. То есть название команды говорит сама за себя. То есть ребята довольно-таки сыгранные. Довольно-таки сыгранные. По суду в выполнении Стуловцев или Стуловчан. Стулова, да, находится в Слободском районе. Эти ребята уже играют, как бы сказать, вместе уже около пяти лет. Состав команды постоянно варьируется. Есть как опытные игроки, так и новички команды. Но этим и интереснее, я думаю. Это данная команда? Да. Ребята из Стулова, кстати, уже второй раз принимают участие в турнире любительской футбольной лиги. Роман, если ты помнишь, в летнем чемпионате они заняли очень достойное, высокое третье место. Они обыграли, обошли в турнирной таблице таких, можно сказать, грандов, как Лиман и, может быть, не такой гранд, но очень крепкая команда Ретро. Ретро, да. Ну и сегодня они с новыми задачами вышли на этот турнир. Наверное, о их задачах мы познакомимся в перерыве с кем-то из их представителей в интервью. А тем временем я расскажу о такой интересной команде, о второй команде на поле, команде Бразбург. История команды тоже исходит где-то лет, уже лет пять в команде. Также совершенно случайно была группа друзей. Кстати, основные, ну, все эти друзья до сих пор находятся в команде. Начинали они как просто арендовать вместе футбольный. А потом нет у нас? Так, Мерис ведет борьбу, ожесточенную борьбу с мячом. Чуть его не сломали. Сразу его не удалось ничего. Да, чуть мяч не сломал он, но... Так вот, пять игроков снимали поле. И случайно им пришел вызов на любительский турнир. Они заявились и случайно его выиграли. После чего почувствовали вот эту жажду успеха, жаду победы. И стали заявляться на те или иные турниры. К сожалению, у них поначалу было результатами совсем плохо. Много лет они были аутсайдерами практически всех турниров. Но в прошлом году они проявили, можно сказать, глубокий рейстайлинг. Перезагрузку своей команды привлекли благодаря его основателю Артему Кулакову. Такого известного медийного человека в Кировской области, как Лугинина Александра. Известного ведущего и спортивного журналиста. Который их начал тренировать и вести на одном из турниров. К сожалению, сотрудничество с ним тоже долго не произошло. Сотрудничества большого не получилось. Но ребята поняли, что им действительно нужен тренер. И с тех пор пригласили тренером Шаклеина Максима, который мимо того, что дает просто установку и объявляет состав на матч, он проводит еще действительно тренировки. Причем тренировки как тактические, как на физику. Поэтому результаты команды, они такие, какие есть. Я считаю, они очень достойные идут по турниру. И тоже хочу сказать, что ребята молодцы, да? Играют, что мне нравится. Пусть не все получается, но... Да, и неотменный атрибут этой команды, это, конечно же, их болельщики. Это Ультрас. Это, кстати, единственная команда, которую я знаю из любителей, у которых есть своя группа болельщиков. Так называемая Ультрас. Они всегда устраивают красочные перформансы на матчах своей команды. Зачастую их перформансы намного интереснее и ярче, чем игра самих футболистов. И даже бутыл от мнения, что многие ходят на футбол Бразбурга, чтобы посмотреть на этих болельщиков. Но, тем не менее, это так, и их болельщики – это составная часть вот этого всего братского кружка, которую они очень интересно организовывают и развивают. Понаблюдаем за ними как в сегодняшнем матче, так и вообще в следующих турнирах. Очень интересная команда. Тем временем, вот отворот вратарем Бразбурга. Неудачный ввод мяча. Девятый номер не смог его принять. Аут будет бросать команда Стунова. Да, Родион Лучинин. Обращаю внимание, Родион Лучинин в прошлом турнире выступал за такую команду, как Вектор. Но, к сожалению, он не договорился. Опасный момент у нас. Да, вот такой полуудар, полупрострел в сторону ворот мог завершиться голом. Вратарь перевел на угловой. Старощук подошел к мячу. Будет подача, да, подача. Опасный момент. Ох, как. Так, не вижу против солнца, кто это у нас сыграл. Кто это у нас сыграл? Это, по-моему, Сергей Осев, да? Девятый номер, нет, это Комарицкий Иван, как раз, который, да, здесь не смог обработать мяч. Он в падении в себя. Как это удар? Бисеклета называется? Или бисеклета это совсем через себя? Это совсем через себя. А здесь сложившись ножницами, да, ударил. Положил корпус. Красиво, к сожалению, у него удача не выше ворот. На выходе уверенно играет вратарь Бразбурга. Вводит рукой мяч в правый фланг. Передача в центр. Кулаков подставляет свою чудо-голову. Не совсем удачно подставил. Вот неудачный вот мяча. Да, вратарь ошибаться, приводит мяча. Поднимает руку, признает свою ошибку. Защищается, уедано. Снова аут у нас. Брос штрафную. И вот это гол! Вот это гол! Это буквально зеркальное отражение прошлого момента, когда этот же игрок при таком же вводе из аута. Это у нас был девятый номер Камарицкий Иван. Сложился ножницами, положил корпус. И в дальний от вратаря угол воткнул мяч. Счет встречи 1-0 в пользу команды Бразбурга. Ну что, как ты думаешь, Стулова ответит достойно на этот гол? Я думаю, что да. Голы еще непременно будут в этом матче. Снова опасный момент у ворот Стулова. Удар! Да, Старощук, Гатуза не смог обработать мяч и как следует ударить по воротам. Роман, ты знаешь, я жду сегодня от Стулова более, конечно, зрелищной и качественной игры, потому что я видел, как они играли с новым домом. Буквально, наверное, в прошлом туре или в позапрошлом очень они смотрелись хорошо. Меня удивляет, почему сейчас у них нет такой слаженной, острой атакующей игры, потому что пока практически без моментов играет команда из Стулова. Да, согласен, без моментов играют. Видно, что-то не получается пока. Ну, либо, опять же, так как мы все тут любители, все мы имеем свое место работы, все свои семейные дела. Возможно, кто-то из игроков просто элементарно на работе находится, либо по каким-то своим домашним делам. Поэтому, ну, тем еще, получается, интереснее наша лига как раз в том, что результат встречи непредсказуем. Явный фаворит, лишившись там одного-двух игроков с фиггеров. Карякин с мячом, удар! Вратарь уверенно играет и отражает, переводит мяч на угловой. Первый угловой команды Стулова. А знаешь ли этого игрока, который будет вводить мяч с углового? Да, знаю, Данил Карякин. Имеет ли он опыт игры в каких-то профессиональных, там, или будет удар? Нет, Старощук выносит мяч. Опыт имеет, конечно, имеет. Кулаков пытается обозначить прессинг. Не очень это получается, но стараний у Артема много, как всегда. Пятый номер выносит мяч, запускает свечку. Кулаков снова подставляет в свою чудо-голову. На этот раз более или менее удачно. Так, вот так и Стулова. Ну что? Инициатива перешла, да? Да, я тоже хотел сказать, что стуловчане... Или как, стуловцы, как правильно? Стуловчане. Стуловчане, наверное. Все-таки начинают перехватывать инициативу. И уже чаще переходят на сторону соперников. Вот как и сейчас. Обостряющая атака в глубину. Впал в этот момент у нас. Будет удар! Надо, наверное, было на замахе убрать, да, Роман? Угловой, угловой, да. Ты бы смог вот так сейчас разобраться защитником? Трудно сказать. Или ты уже не тот, что был когда-то? Опасный был. Можно было попробовать, конечно, убрать, да? Ну, было все в динамике, да. И на скорости это действительно было. Все равно было трудно. Тяжело. Накрывали уже, да, игрока. У нас удар от ворота пять. Ну что, тем самым, тем временем происходила замена в команде Брасбург. Поле покинул Кулаков Артем. Его заменил. Сейчас скажу, кто. Как только увижу его тринадцатый номер. Это Антонян Эдуард. Вышел на позицию, на атакующую позицию. Скорее всего, он будет... Напоминаю, счет встречи у нас один ноль. Или впереди команда Брасбург. Но суловчане потихонечку прибирают инициативу в свои руки. И чаще-чаще оказываются на стороне братьев. Брасбург. Ну, даже можно было не продолжать, потому что, понятно, они и сами себя называют братья. Да. И поэтому пусть наши телезрители привыкают. Все как-то очень долго. И отворот удар еще у нас. Снова замена у команды Брасбурга. Попрошу сейчас нашего видеорежиссера обратить внимание на торсиду болельщинскую команды Брасбург. Смотрите, они всегда устраивают яркий перформанс. Приходят с барабанами, с какими-то дополнительными музыкальными инструментами. Они всегда реют флаги. Они всегда гонят свою команду вперед. Далеко, конечно, не всегда успешно отвечает команда. Но, тем не менее, они... Выход у нас у команды Брасбург. Эдуард передал налево. Старощук, к сожалению, не смог выполнить передачу. Мейрис отобрал мяч в центре поля с нарушением. С нарушением отобрал мяч. Кстати, да. Роман Мейрис, как они его называют, литовский легионер, литовский налетчик Мейрис. Слывет очень жестким игроком. Он имеет очень интересное видение футбола. К сожалению, далеко не все понимают его футбол. Но, тем не менее, он остро играющий игрок, остро атакующий игрок. Вот контратака у нас исполнение стула. Сейчас забьет голы. По праву флангу рвется Лучин Родион. Здесь здорово играет. Не получилось. Номер 10. 10 номер. Напомню, это Рыков Алексей. Рыков Алексей. Один из основателей Бразбурга. Как раз один из тех пяти людей, которые пять лет назад собрали свой коллектив. Да, кстати, раньше они назывались Ватниками. Вот такие у них интересные названия. Креативные. Команда раньше называлась Ватник. В принципе, их игра и название отражало их игру. Зачастую игра напоминала просто Вату. Сто как-то не форсирует, да, пока события? Ну, я так понимаю, либо им, они не знают за счет чего, обострить игру. Потому что никто инициативу на себя не берет. Такие полумоменты, да, возникают. Да, полумоменты создают. Остроты, напомню, еще не было у ворот Бразбурга. Так, немножко неразбериха. Долго входят в игру, да, они как-то... Так, Старощук, Святослав пытается, пытается, но не получилось. Алексей Рыков в передаче разрезающий отправил мяч на сторону соперников. Стулова прекрасно сыграли в отборе. Вот вроде пространство есть, а... В центре поля опять неудачная передача. Неудачный пас. И здесь неудачный пас у нас. Аут вводит команда Стулова. Ох, детская ошибка. Снова мы видим в исполнении игроков Стулова. Чуть не обрезал всю команду. К счастью для них опасности не постучилось. Играют, по-моему, ручкой Мерис. Нет, отсюда мне показалось. Судья со мной не согласен. Вот момент у нас опасный. Удар! Долго подбирал ногу, не мог выбрать лево или право. Видимо, вспоминал, какая у него бьющая. Вспомнил. И вот контратака сразу у стула у нас. Мы видим. Да, мяч откатили назад. Некому дать. Предложений нет от игроков. Никто не открывается, да. Так трудно будет забить команде Бразбург. Ну что, к мячу подбегает Лучинин Родион. Лучинин Родион. Не закончил я историю его перехода. Скандального перехода из векторов Стулова. Но не будем о грустном. Не будем о грустном, да. В этот прекрасный осенний светлый солнечный день. А вот в исполнении Суловчан скидка головой. На подборе никого нет. Перминов Александр. Снова замена у команды Бразбурга. Вводит мяч. Да. Вместо десятого номера. Алексея Рыкова входит в игру. Пятый номер, по-моему, да? Пятый номер вышел, да. Четверяков. И вот выход один на один у нас удар. Гол. И снова уже дублем отличается Комарницкий Иван. Да, номер девятый забил гол. Комарницкий Иван. Второй гол в исполнении Ивана. Ну вот, настоящий форвард своей команды. Хотя играет, кажется, на позиции крайнего защитника, судя по расстановке. Да? Да. И счет встречи у нас 2-0 в пользу команды Бразбург. Это уже серьезно. Да, по такой игре пока сложно что-то будет сделать с Туловчанами, если они что-то не предпримут кардинально, радикально. Вот момент опасный. Да, вот сейчас был опасный момент. Корякин ударил, к сожалению, для его команды выше ворот. Ну что, вратарь Бразбург применяет маленькую футбольную хитрость. Не торопясь, идет за мячом. Сейчас вот посмотрит еще направо-налево. Плюнет, наверное, в ладошки. Нет, вводит мяч. Просто выносит на Кулакова, который, как всегда, не может зацепиться за мяч. Надеюсь, Артем Кулаков после эфира не будет сильно на меня зол за такую манеру комментирования его игры. Мячом в воде команда Стулова. Напоминаю, счет встречи 2-0, не вы в пользу. Нужно что-то предпринимать уже. Штрафной. Назначается штрафной. Все как-то неспешно пока они делают. Долго-долго очень входят в игру. Нет, тоже не получается пока. Данил подхватил от мяч. Опасно может быть. Удар. Выше ворот. Выше ворот. Роман, а я тем временем хочу немножко нашим телезрителям освежить информацию вообще о нашем турнире, о действующем турнирном положении команд. Итак, любительской футбольной лиге города Кирова в осеннем турнире принимают участие 17 команд. Две из них мы видим на поле. Ну и две из них мы видим на дальнем от нас поле. Там встречаются команды, по-моему, Союз Пинюк и Экос. Вот. Так вот, 17 команд участвуют в данном турнире. На сегодняшний момент первое место в турнире «Таблица» занимает команда «Новый дом». У них 18 очков. Хотя после сегодняшней победы на счету у них уже 21 очко. У них стопроцентный результат. Во всех семи матчах они одержали победы. На втором месте идет команда «Фанком». У них также 7 игр. И сегодня они встречались с «Новым домом». Проиграли. И у них 13 очков. На третьем месте идет тоже один из фаворитов осеннего турнира – команда «Вектор». На счету этой команды 5 игр всего лишь. Но у них также стопроцентный результат. И на счету 15 очков. Четвертое место занимает «Литобовь» Слободской – 12 очков. «Гармония» – 12 очков. Как я уже говорил, «Братсбург». Они идут на шестом месте сегодня у них. Оп. Игра рукой. И первая желтая карточка у нас в матче. Получает игрок команды «Братсбург». Вижу номер. Да, я тоже не знаю этого футболиста. Молодой. Значит, «Братсбург», если мы включим онлайн-таблицу, то есть сейчас они выиграют, если матч также завершится, они перейдут на второе место. Нет, на третье место. Если они сегодняшнюю встречу выиграют. У нас закончился первый тайм, дорогие друзья. Ну что, сейчас мы ждем... Впереди команда «Братсбург». Сейчас мы ждем представителей команд на небольшие флеш-интервью. Посмотрим, кто сегодня подойдет. Вот я вижу, идет представитель, тренер команды «Братсбурга» Шаклеин Максим. «Братсбург» Шаклеин Максим. Ну вот сейчас в перерыве подошел представитель команды, а точнее тренер команды «Братсбург» Ситников Максим. Зададим... Шаклеин Максим. Шаклеин Максим, прошу прощения. Прошу прощения, Максим. Максим, мне вам задавать серьезные вопросы или можно шуточные? А любые? Давайте шуточных начнем. Максим, была ли у вашей команды какая-то тактика и придерживались ли вы ее? Тактика, она всегда есть, и мы ее постоянно придерживаемся. Понятно, бывают иногда какие-то сбои, но в целом все хорошо. Тактика есть, результат на лицо. Хорошо, да, ваша команда очень начала неплохо данную встречу. После первого тайма ведет 2-0. Вообще результаты вашей команды за последнее время кардинально улучшились. Как считаете, в чем главная причина прогресса вашей команды? Да в том, что теперь появились тренировки организованные, и люди с желанием на них ходят, саморазвиваются, и в итоге, выходя на игру, приносят результат тем самым. Тренировки есть. Скажите, в том, что Артем Кулаков в стартовом составе, это о чем говорит? О его прогрессе или у вас проблема с заменами? Проблем с заменами нету. Это говорит о прогрессе игрока и о его, скажем так, тренировочной дисциплине. То, что ни одной тренировки не пропускает, это дает ему право выступать на уровне с теми, кто играет достаточно давно и на более высоком уровне. Хотя он сам уже примерно приблизился к этим игрокам. Еще один вопрос. На поле мы не видим омерзительную восьмерку. Это, так для наших терзителей скажу, это Андрей Ли, который был тоже один из истоков команды. Ну где наш Ли? Андрей уехал в Москву на заработки. Это, наверное, все, что можно про него сказать. Но по возможности приезжает, и в прошлый раз, приехав, против команды Евро забил гол и сделал хорошую голевую передачу. Ну что ж, Максим, пожелаем удачи. Встреча уже началась. Пожелаем удачи вашей команды. Спасибо. Большое спасибо вам. До свидания. До свидания. Тем временем у нас начался второй тайм. Начался второй тайм с опасных подходов. Как? Стулова. Пара ударов уже было поворотом. Но счет пока прежний. Счет встречи 2-0 в пользу команды Братсбург. Ну что, интересно, переломит. Сможет ли что-то сделать команда Стулова во втором тайме? Сейчас мяч находится как раз у них. Вброс в штрафную. Вот апартамент, посмотрим. Прострел нужен? Нет. Это номер 16. Лосев Сергей выносит надежно. Играет на своей позиции центрального защитника. И накрывает простел. Это может быть опасно. Подача? Нет. Опасности не произошло. Контратаку уже, посмотрим. Смотрите, убегает. Ох, ох, ох. И это нарушение. 21 номер команды Ромачев. Иван. Мне кажется, если бы устоял на ногах, вываливался бы, выходил один на один на ворота. Но предпочел, предпочел упасть. Кем самым заработал для своей команды штрафную, да. К мячу подходит литовский бомбардировщик Мейрис Ромас. Подача? Продача. Хорошая была подача, но 18 номер команды... Вячеслав Шамаев, по-моему, не дается. Он не смог остро ударить поворотом. Мяч выходит за лицевую линию. Лучин Родион получает мяч на право-фланге. Неточную передачу дает. Вперед. Брасбург в атаке, Мейрис в одно касание направо. Комбинирует, комбинирует так как. На левое. И снова назад в ротарю. Назад в ротарю. Да, вперед. И здесь... В смысле, опасный момент у нас! Какой вратарь, а? А вот это мастерство Ромаса Мейриса, как раз человек, который всегда играет до конца. На любую передачу откликается. И всеми силами пытается... Сейчас вратарь, вратарь спас. Вратарь спас сейчас от третьего гола. Стуловчан. Да, было бы совсем грустно. В Шамарском районе сегодня мы все стали грустить после третьего гола. Смотрим. Подачу опасно от ворот. Лысая голова, Лосева, Сергея попала в мяч. Или мяч в эту голову. Мяч улетел выше ворота. Включились болельщики Братсбурга. Гонят свою команду вперед. Но сейчас в атаке... Какая потеря, да. Эдуард. Антонян. Вратарь. У нас опять угловой. Принял верное решение, на мой взгляд. Да, в касание перевести мяч. В касание можно было, да. Быстро разыгрывает Братсбург. Угловой. Ну, можно получиться... Хорошая контратака. Где? Подключение фланговых игроков нет. Старощук уверен. Очень, как я уже сказал, спокойно. Как настоящий брутал выносит мяч. В аут. В тем временем аут, аут. Вводит стул. Аут. Может быть, момент опасный. Нет. Нет, не получилось. Воротарь вводит Братсбурга от ворот. Быстро намерится. Центральный защитник стул. Подбор. За Братсбургом. Подбор. Игра своему. Вынос вратарем. Прираток сваливается, да? У нас. Да. Одни удары от ворот. Футбола все меньше и меньше становится. На поле. Может быть, это тактика такая у Братсбурга сейчас? Бей-беги, ты считаешь? Да, известная, распространенная тактика. Бей-беги. Счет устраивает, ведут в счете. Контролирует мяч. Почему нет? Вот опять мы видим заброс. И нападающий Братсбург. Мерис ставит корпус. Цепляется за мяч. От Лучинина мяч уходит в аут. Урамас Мерис. Нет. Старощук берет мяч. У нас солнышко опять вышло. И будет сейчас скорее всего намериться играть. Нет. Ближнему дал передачу. Заброса не получилось. Лучинин выбивает мяч. Мяч ушел в аут. С погодой повезло, да, нам сегодня? Да, сегодня шикарная погода. На комментаторской позиции. Сегодня мы не мерзнем. Что нам дает возможность немножко раскрепоститься и более живо вести трансляцию. Левый фланг. Вот с мячом Стулова у нас. Большая зона пространства. Можно было входить, наносить удар. Нет. Зажал себя в угол. И вот момент опасный. Хороший момент. И тринадцатый номер. И снова игроки Братсбурга. В защиту подключился Антонян Эдуард. С линии атаки вернулся и помог своим защитникам. Встреча у нас 2-0. Впереди команда Братсбург. Стулова сейчас подает угловой у нас. И снова не точно. И вот может быть контратака у нас сейчас. Сможет убежать. Да, 3-2. 3-2. 2-1 выходят. Опасно. 2-1. Удар. Да, вратарь в этом случае надежно сыграл. А могли забить, да? Сейчас. Да, могли забить. Опа, какой удар у нас. Вот это украшение, конечно, сегодняшней встречи. И снова это Комарницкий Иван на публику так красиво играет. И заслуживает свои, получает долю аплодисментов. Мне кажется, Роман, вот этот игрок претендует на звание точно, как минимум лучшего игрока встречи. Сегодняшняя мы, да, согласен. А может быть и всего тура. Напомним, что по организаторам турнира предусмотрены поощрения. После каждой игры определяется лучший игрок встречи, который получает бесплатный билет в кино, в кинотеатр, в торгово-возвлекательный центр «Глобус», который является партнером любительской футбольной лиги. А лучший игрок всего тура из 17 команд получает денежный приз, тоже от нашего партнера, магазина запчастей. Тут у нас опасный момент. Да, Мерис. По-моему, отворот. Да, отворот себя показывает. Пока у стула у нас ничего не получается, можно сказать. Но мяч я не контролирую, да? Ну, контроль есть, но... Контроль... Как сказать, знаешь, 2-3 передачи – это не контроль. Нет, это не контроль, но подходы какие-то все-таки есть. Пока не могут забить, да? Больше трех передач, к сожалению, не получается у команды сделать. И снова вынос у нас отворот, и мяч ведет вратарь команды «Бразбург». Заброс в линию атаки. Перминов делает скидку. Ах, ошибка 18-го номера Шамаева Вячеслава. Шамаев, Вячеслав, да. Приволит потеря мяча «Бразбурга». Заброс вперед. Вот, хитро сыграл Уосев, защитник. Здесь вратарь, вратарь должен сыграть. Ну, вот, опасный момент у нас «Бразбург». Левого флага вызывается атака. Заброс в штрафную, не получилось. Теперь уже стуловый атака. Здесь спокойно Сергей Уосев подчищает команду. Выносит. Выбивая мяч в аут. Подальше в аут. Ну что, тоже не сказать, что «Бразбург» сушит игру как-то, да? Ориентироваться на счет. Да, играют. Играют вполне. Каких-то запредельных выносов там за стадион пока нет. Пока не было, да. Возможно. Какая-то неразбериха здесь произошла небольшая. Да, защитник не понял своего полузащитника. Кто должен играл в мяч. Водит мяч. Счет встречи, напоминаю, 2-0. Впереди команда «Бразбург». Чисто-чисто отобран мяч. И здесь не успеет на игрок. Да, аут. Перминов Александр. Да, обращаю внимание на Перминов Александра. Человек. Человек-слова. Он пишет очень интересные заметки, статьи для своего футбольного кружка. Кстати, в группе ВКонтакте можете подписаться на эту команду. Там всегда интересно. Тем временем аут у нас бросает команда «Бразбург». И это может быть опасно. По-моему, задел мяч вверх к стула. Да, аут у нас. Опять аут. Ну да. Игра совсем перешла в какое-то спокойное русло. Уже «Бразбург» не торопится. Всех все устраивало, да? А стула, видимо, да. Не готовы как-то форсировать события. Не знаю, с чем это связано. Еще раз. Я был свидетелем такой очень интересной игры с «Новым домом», когда, можно сказать, до последнего там была ничья, да? Да, где-то в конце забили, да. И новый дом там забил какую-то свою очередную. Да нет, хороший гол забили. Попас на отворот. Да, стула, видимо, сегодня не хватает у них сил каких-то эмоциональных или физических вести. Снова заброс у нас, посмотрите. Да, очень было опасно сейчас. Могла от своего защитника слезаться. Игроки команды «Бразбург» и вот вроде «Лучинин». «Лучинин Родион, удар!» Браво, вратарь, браво. Да, его. Отражает сложный удар, переводит на угловой мяч. Мучения Родиона «Лучинин» на правой фланге привели к его же удару. Опасный удар, который парировал вратарь. Ну что, еще очередной стандарт и шанс у игроков из Стулова размочить счет и возобновить интригу во встрече. Смотрим. Угловой. Подача. Опасно! Да! Удар, вратарь, опять! «Лучинин» опять не повезло Родиону. Немножко не хватает этому талантливому игроку, чтобы реализовать моменты. Ну вот вроде что-то нащупывало Стулова, да, мы видим? Ну, мне кажется, да. Моменты создают уже в концовке матча. Как я и говорил, не хватало человека, который готов брать инициативу в свои руки. Вот, по-моему, Родион сейчас это пытается сделать. Вот уже дважды он остро атаковал, хотя он номинальный защитник. Отверженно играет. Болисты Стулова мяч сохраняют. Лосев выносит. Перминов зацепится. Догонит и мяч. Да, догонит. Он довольно техничный игрок, да, убирает под себя. Сохраняет мяч. Нет, потеря, потеря. Кулаков не дошел. Гатуза, Старощук. Нет, потеря мяча. Перминов. Здесь мяч выйдет в аут. Ставит корпус и отпускает мяч за в аут. Светлослав Старощук вводит мяч из аута. Перминов скидка. Кулаков. Нет, нет, это не опасно. Артем Кулаков. И мяч от ворот будет водиться. Не совсем это было. Торопятся, торопятся уже стуловчане. Стар. Команда проигрывает. Ну, конечно, ребята чувствуют, что вот уже надо либо сейчас забить, чтобы переломить встречу, либо уже будет поздно. Поэтому идут уже активнее в атаку. Смотри, у них всего уже один защитник сзади остается. Даже вот, смотрите, вратаря подключают к атаке. На левом фланге находится мяч. И снова потеря. Ну, бездарная передача своему. И какой обрез в простейшей ситуации. Так, в центре поля получат мяч. Стуловчанин. Перевод на левый фланг атаки. Скидка назад. Сейчас будет заброс. Нет, прострел. Вот опасный момент. Лучи, получат мяч. Удар. Удар. И опять попадает от защитника мяч. Здесь нарушение. Нарушение было. Нарушение со стороны команды Братсбурга. Ну что, опасный штрафной получает стуловчане. Кто подойдет к мячу, кто сможет исполнить. Все игроки пошли в штрафную площадь Братсбурга. И у нас опасный штрафной сейчас. Кто подошел к мячу? Знаешь ли романты этого игрока? Плохо вижу. Вот отсвечивает солнце. Нет. Ну что, судя по разбегу, будет удар поворотом. Удар поворотом. Да, удар низом. В надежде на отскок. Поставляет ноги. Данил с мячом горяки. Родион Лучинин. Снова назад. Снова назад. И вот. Самотверженный играет. Сохраняется. 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 Сохраняется мяч. Удар. Сегодняшний дублер. Несаведу. Игрок, который забил два гола. Отметился дублем. Это был опять Камарницкий Иван. Самотверженный отыграл в защите. И помог своей команде спокойно. Отобороняться. Вот ближнему. Старощук. На левый фланг. Камарницкому. Камарницкий обратно. В одно касание. Старощук ошибается. Ну что. Раз, два, три. Да, три передачи и потеря. Вот такой футбол в исполнении сегодняшних команд. Но тем не менее. 2-0. В пользу Бразбурга. На мой взгляд уже откровение. Сейчас на вынос играет Бразбург. Не хотят они уже рисковать. Хотя вот опасная контратака могла случиться. Нет. Что счетов устраивало. Да. Впереди. Роман, обрати внимание. Лучинин Родион уже перешел на позицию атакующего. Да. И пытается. Чисто, чисто мяч забрали. Но не получилось у него сейчас обыграть Старощука. Святослава. Снова мяч. Да. Очевидно, что Лучинин берет лидерство сейчас игры в свои руки. Опасный момент. И снова угловой у нас. Пытается развернуть атаку своей команды. Не получается. Угловой удар. Это последние шансы у Стулова размочить счет. Может быть вернуться в игру еще. Да. Еще есть время. Буквально еще около 10 минут осталось. Опасно. До конца встречи. Комарницкий что-то там пытался. Снова угловой. Снова угловой. Пытался. Седает Стулова сейчас на Бразбург. Посмотрим сейчас внимательно подача. Интересно, увидели мы сегодня выход вратаря на стандартных ворот удар. И пока тем временем замены у той и другой команды происходят. Снова заброс у нас. Мы видим опасно. Да. Отскакивает от Мериса мяч. Не ожидал он, что пропустит его защитник Стулова. И тем самым сам не смог распорядиться им должным образом. Тем самым аут вводит Бразбург. Да. Десятый номер. Рыков Алексей. Скидывает мяч в штрафную. Мяч выносится. Комарницкий подбирает мяч. И отдает вратарю голову. Напоминаю, что от головы вратарю брать в руки можно. Если идет передача низом, любой другой частью. Нет. Ногой, если идет передача вратарю уже брать мяч в руки нельзя. Заброс в штрафную площадь Бразбурга. Это тоже не точно. И это на руку. На руку команды Бразбурга. Да. Очередная пауза. Сейчас вратарь уже неспешно будет вводить мяч. Хотя нет. Всем видом показывает, что он не ориентироваться на счет. Вынос. Снова подбор. Бермина пытается зацепиться. За мяч пытается. Получается зацепиться, да? Да. Разыгрывает мяч команда Стуова. Начинает свою позиционную атаку. Снова потери. Это опасно может быть. Удар. Мимо ворот. Мимо ворот. Пятый номер. Четвериков Евгений. Отбирает мяч у центрального защитника. И опасно пробивает в сторону ворот. В сторону, но не в ворота. Ваут. Снова разыгрывает Стуова мяч от ворот. Центральный защитник. Вброс. Снова потеря. Да, что ж такое. Ну, разыграйтесь с ближним. Ну, откройтесь. Дайте передачу ближнему. Две-три передачи. Четыре. И вот опасно может быть момент. Данил Крякин здорово скинул мяч. Плучинин. Нет. Сергей Осип, по-моему, да? 16 номер. Да, блокирует. Выносит. Мяч еще и Братбурга. Остается, да. От Плучинина мяч уходит в ваут. Старощук. Четверякова снова ваут. Как-то небрежно все делают. Мяч надо было опустить в этой ситуации, да, Роман? Да. Прижать его к земле и надежно дать передачу. И это опять потеря времени на обработку мяча. Снова какая-то неразбериха, да, у игроков Братбурга. Ну что, Роман, давайте пока у нас пауза. Проанонсируем немножко следующие встречи. Роман, лично ты, какую ты встречу сейчас ждешь с наиболее, так сказать, нетерпением или, может быть, с опаской, либо с желанием сыграть? Для тебя лично? Для меня лично, секундочку, опасный момент у нас с мимо ворота. Да, Мерис не смог. Что-то мог быть и крупнее. Обработать и ударить точно ворота. Конечно же, я жду, да, матча с нашим принципиальным, я считаю, соперником. Даже двумя соперниками, судя по таблице. Это футбольный клуб «Вектор» и «Лита Обувь» в Слободской. Напомню нашим телезрителям, что 27-го, так, что у нас месяц-то какой, сентябрь? 27-го сентября состоится супер-супер-матч принципиальный шест. Один из главных матчей, да, я думаю, Андрей Шир. Один из главных матчей турнира всего, хотя вроде бы еще только середина турнира, но встречаются две команды, которые на данный момент еще не потеряли ни одного очка. Это команда «Новый дом» и команда «Вектор». Всех телезрителей приглашаем на эту встречу, которая состоится 27-го сентября. Сколько я помню, матч, по-моему, у нас стоит 19 часов. Это будет среда. Да, среда, 27-го. Всех любителей футбола приглашаем на стадион «Динамо». Посмотреть будет очень интересно. Да, будет жарко. Ну, а с Литобою вы когда играете? А с Литобою мы играем... Секундочку, вот тоже опасный момент. Нет, пятый номер, четверяков есть гений. С Литобою мы играем сразу же после вашей игры. Это будет, по-моему, воскресенье. Играем днем. Играем днем. Тоже довольно-таки очень интересная игра. Вот сейчас два тура у нас таких, вот. Восьмой, девятый тур. Ну, наконец-то вы встретите достойных соперников на этом турнире. Даже нет, ошибаюсь. Не восьмой, девятый тур. Это еще через неделю, по-моему, будет, да. Ошибка, ошибка Братсбурга, игрока. И снова в подкате здорово играют. Кто-то у нас, это, да, четверяков Евгений сейчас. Не часто встретишь подкаты на наших турнирах, но сейчас он очень уверенно исполнил данный прием оборонительный и выбил мяч. Мяч в поле. Снова потеря, снова потеря. Мерис ставит свой корпус. Это, по-моему, у нас, получается, десятый тур, да, будет матч? Ну, это не так принципиально. Главное, мы знаем дату, знаем время и ждем болельщиков и всех любителей футбола на игре. Ажиотаж уже вокруг этой игры серьезный. Тогда аналогичный вопрос задам. Как для вашей команды тогда? Ну, во-первых, надо пояснить нашим телезрителям, почему ты говоришь относительно меня, вашей команды. Да, я скажу, что я являюсь организатором и игроком футбольной команды «Вектор». Поэтому, да, возвращаюсь к тому вопросу. Конечно, у нас принципиальная встреча – это с «Новым домом». Потому что в прошлом турнире мы проиграли одну встречу вам и одну сыграли в ничью. Считаю, что мы уже добавляем к каждой игре. У нас команда совсем молодая в плане игры вместе. Поэтому, я думаю, будет очень интересная встреча. Также будет у нас интересная встреча... Ой, какой здоровый был проход Кадюма Корякина и выход почти один. Ну, а получится ли у него? Мне кажется... Нет, чисто отобран мяч. Мне показалось, что в коробочку взяли защитники. Ну, судья был рядом, не свистнул, значит, нарушений не было. Ну, да, судья дает сегодняшний играть. Давай представим судью. Мы, кстати, об этом не сказали, еще ни слова о нем. Павел Белинский судит сегодняшнюю встречу. Да, известный организатор футбольных турниров, а также судья, имеющий судейскую категорию, судит сегодняшнюю встречу. В последний момент смотрим удар. Воротарь, здорово играть в Татарь сегодня у Бразбурга. Да, надежно, надежно стоит данный футболист на своей позиции. И спас команду. Смотрим опять, опять смотрим угловой. Еще один угловой стул. Слова уже очень много углов сегодня подала. Но пока безрезультатно все. Разыгрывает мяч. Возыгрыш, навес, штрафнуй, бутлик, барда! Удар состоялся, но мимо ворот. Вот, кстати, вот до меня приходят сейчас новости, что имеются определенные проблемы со звуком трансляции. Поэтому приносим нашим телезрителям извинения, что недавний опыт мы имеем в трансляции в турнирах. Поэтому с каждым разом будет трансляция все качественнее и качественнее. Мы работаем над улучшением этой ситуации. А тем временем матч подходит уже к завершению. Мне кажется, осталось буквально несколько, считанные минуты до конца. Еще встречу напоминаю, 2-0 впереди команда Братсбурга. 2-0 в пользу Братсбурга. Вот они в атаке опасных. Будет гол! Хет-трик! В исполнении Комарницкого и Ивана! Мяч ворота команды Стул. Мы прямо супер-девятка сегодня у них. Забил Иван Комарницкий опять номер девятый. В стиле всех знаменитых девятых номеров девятых. Кто у нас с девятыми играл, вспоминай. Роналда, Зубастик, бразилец. Кто у нас с девятыми еще? Болельщики, помогите! Кого ты еще знаешь? Егор Титов был девятый. Егор Титов был, да. Он, скорее, не нападающий, но тоже очень часто забивал. Ну, отлично, отличная девятка сегодня действует. Я думаю, несомненно, лучший игрок матча, да? Да, если еще и тура. Если еще и тура, да. Потому что... Все возможно. Яркой игры между Новым Домом и Фанком не было. Была очень упорная встреча. Кого-то там отдельно, наверное, отметить. Прямо кто-то выделялся, я не могу сказать. Поэтому претендент, возможно, и на лучшего игрока тура. А почему бы и нет, да? Все может быть. Все может быть, да. Любительская футбольная лига. У всех равные права, у всех равное положение. Все зависит от конкретного игрока и от конкретных результатов встречи. Ну что, в тем временем мяч летает далеко за пределы, уже можно сказать, стадиона. А я напомню о том, что существует группа ВКонтакте любительской футбольной лиги. Каждый может зайти в эту социальную сеть, подписаться на обновления новостные. И будете всегда проинформированы о ближайших встречах, о результатах прошедших игр, о основных новостях. Поэтому подписывайтесь на ЛФЛ Киров и будете в теме. Да, также есть страничка в Инстаграме у нас. Группа тоже создана. Подписывайтесь, читайте новости. Быстро вот мяча Лучининым. Ничего сегодня у Столовчан не получается. Вот они блеклые. Вот, вот, вроде какой-то момент есть. Удар вратарь. Да, опять же. Здесь спокойно все в руки и вратарь надежно берет мяч. Вратарь на своем месте и спокойно работает. Ну а тем временем встреча подошла к концу. Напомним счет встречи 3-0. В пользу команды Братсбург. С чем мы их и поздравляем. С чем мы их поздравляем. Да, они сейчас выходят временно на призовое место в турнирной таблице. А мы будем с вами прощаться. Роман, большое спасибо тебе за сегодняшний эфир. Спасибо тебе, да. Было приятно с тобой работать. Ну и любите футбол, смотрите футбол, играйте в футбол. Всего доброго. Продолжение следует.